Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами ознакомимся с материалами и инструментами для декупажа. Итак, для того, чтобы начать декупаж, нам нужна первая эта основа, то, что мы будем декорировать, декупажить. Этот может быть деревянная основа, вот они есть такие разные. Это может быть металлическая основа, вот как в данном случае. Это может быть стеклянная основа, любая тарелочка, подставочка. Это могут быть пенопластовые или пластиковые даже заготовочки. Это все можно декорировать и декупажить. Дальше, для того, чтобы работать дальше, нам нужны кисти. Кисти есть плоские, есть веерные и есть круглые кисти. Обязательно для работы надо салфетки. Они всегда есть, бывают трехслойные салфетки. Мы работаем только с верхним слоем. Надо его будет разделить на три части. Есть также рисовые карты. Вот так вот они выглядят. Мягенькие. Поплотнее, чем салфетки. И еще плотнее есть декупажная карта. Для того, чтобы с ней работать, ее надо замачивать перед началом работы. Дальше. Нам нужны обязательно ножнички. Это могут быть маникюрные, это могут быть такие ножнички. И скальпли, если вырезаются какие-то маленькие и мелкие детальки. Для того, чтобы работать дальше, нам надо нашу основу загрунтовать. Для этого подходят акриловые краски. Они могут быть в маленьких чушечках, могут быть в больших банках, могут быть даже вот таких вот банках. Если вы используете большую банку, она вам платит ее надолго, потому что грунт акриловый используется во всех основах. Дальше вы приклеиваете салфеточку, используется для этого клей. Это могут быть вот такие вот фирмы. Вот такой вот клей для декупажа, есть вот такой вот клей для декупажа и вот такой универсальный клей. Тоже подходит. После этого надо нашу работу покрыть лаком. Для этого используется стекловидный лак. Либо же это может быть и глянцевый, или матовый лак для покрытия вашей работы. Еще для работы необходима наждачная бумага. Она есть разной. Есть зернистости, есть вот такая покрупнее, есть помельче. Это уже вы будете смотреть, что вам надо будет сделать. Так, это как бы основные наши материалы, инструменты. Вот здесь вот шкатулочка задекупажена, разрисована, использовался трафарет, который нанесен белой краской. И вот есть вот такое сверху покрытие. Это эпоксидная смола. Как с ней работать и что с ней можно еще делать, вы узнаете в нашем следующем ролике. Также в работе используют кракелюр. Вот вам видно здесь мелкие трещинки. Об этом мы тоже вам расскажем в следующий раз. Творите и будьте с нами.